Родился я в городе Нагинск, Московская область. У нас двое детей, я и мой брат. Кстати, он тоже был моряком, вместе со мной приехал в Баку. И мы вместе поступили в училище. В 1955-м закончили училище. Вот. Пошли плавать третьими помощниками. В том же году я поступил, и брат тоже, в университет, АВУ наш, Азербайджанский государственный университет. Мы его закончили через 6 лет, в 1961-м году. В 2009-м году приехал в Баку. Пришли Каспийское пароходство. Мы на электричку поехали на Адабу. Вот та организация, которая сейчас есть, объединилась, вот там начиналась. Посмотрели, у нас вот так говорят, вот приказ путевка, матрос второго класса ТМС Азербайджан. И мы поехали в Баку, значит, в 18-й признак стоит сборовое судно ТМС Азербайджан. Это бывший лихтер в Каспийском пароходстве. Возил нефть и прочее. Его переоборудовали. Убрали там переходные мостики, все такое прочее. Наш Каспийский нефтефлот начинался оттуда. Мы повезли секции, погрузили громадные секции на нефтяные камни. Привезли, там два буксера нас притащили, поставили, значит, к нефтяным камням. Там затонувшие пять судов. Концы подали. Подошли там эти краны, начали потихонечку выгружать на камни, на эти. И, значит, приняли сереграмму «Ураганный ветер». И мы стоим там. В общем, поднялся страшные штормы. Судно болтает. Мы уже все уже выгрузили. Пустое судно. И, короче говоря, начали рваться концы. Капитан говорит, в общем, так, нужно переплыть на то судно, где мы асфортовались, принимать концы, потому что иначе нас оторвет и унесет. Три человека нас. В общем, все. Нырнули, поплыли. Доплыли. Начали принимать концы. Принимаем концы. Пошли туда. Тут рвется, рвется, рвется. Капитан принял решение затопить судно. Он посадил судно на камни. И простояли, пока не закончился шторм. Потом, когда кончился, пришли там буксиры, подняли, там пробоин много наделали. Притащили нас на буксире и поставили в завод паркоммунов. А нас, как этих, наградили. Вот так. Теперь, значит, ну я там пошел, значит, третий помощник с 55-го года нашел. Третий помощник, второй помощник. Чтобы стать не то что капитаном, а чтобы помощником капитана, третьим помощником, нужно 36 месяцев стаж матроса. Когда я закончил в 55-м году училище, я единственный из всего выпуска, который имел уже стаж работы. Я сразу пошел помощником капитана. Сразу пошел третьим помощником. Через год я стал уже второй помощником на танкерах. Танкер Молотов такой был. Плавал с Тарповым два года. Выплавал диплом капитана, меня назначали капитаном уже. Вот так. И получалось, что судов у меня много, конечно, было. Очень много разных, и на шокогрузных загрансудах, на танкерах. На эксплуатационном суде тоже, Эльмой тоже работал капитаном. Потом открыли линию в Черном море, значит, начали. С 60-го года начали плавать там. Я капитаном 46 лет был. И, короче, и так пошло, пошло, пошло. И, значит, до 13-го года я работал. 64 года в космическом пароходстве. Ну, в основном я был на танкерах. Вот. Значит, большую часть времени я работал на Черном море. Там тоже сначала на танкерах, да, принимали эти суда в Болгарии. И работали на линии там, ну, наши порты советские все на Черном море. И, это самое, Италия, Франция, Египет. Генуя, Венеция, Югославия, там бар, вот сейчас она Черногория, да, там туда ходили. Встречались с иностранными моряками, в общем, разговаривали. Все, ну, хорошо, хорошие у нас всегда отношения были. Ну, Египет, этот самый, Суэц, Суэц, Александрея-то наши тоже порты были. В Марокко мы ходили, в Касабланку. В общем, эти все порты-то наши были. Потом, где-то в 80-е годы перешел на слугогрузные суда. Вот. То же самое, там же работали мы. Вот в море, я говорил, что я чувствовал. Я здесь плохо себя чувствовал. Человек должен быть романтиком. Для мужчины от особенности. Причем это мужская настоящая работа. И сам к себе даже с каким-то уважением относится. Когда вот думаешь, а все-таки я привел это судно. И как это, все нормальный, экипаж довольный. Груз на месте, его выгрузили, дома радуются. Моя жена в этом отношении, она педагог. Она поддерживала меня всегда. Говорит, все. А вообще, говорит, хорошо, что ты моряк. И мы разлучались. И как любовь снова, как получается, понимаешь? Потому что есть какая-то прелесть. Вот обновление чувств. Причем ты чувствуешь, что ты выполняешь какое-то дело нормальное. Не просто где-то там болтаешься, а ты работаешь.